В итоге он просидел в этой камере до приезда полиции. Нам хотелось, чтобы домен запоминался. Индексируемся на первой странице, где-то там занимаем первую-вторую позицию. 30 раз вырос запрос, онлайн-квист. Привет, меня зовут Тимофей, мне 32, я живу в Санкт-Петербурге, я родился тут. Вот, 6 лет назад, практически с точностью до дня, появился бизнес Questrum RF. 1 мая мы отмечали шестилетие, но, к сожалению, в этом году, понятно, отмечание, сам процесс был не самым радостным, не самым интересным. Были у нас корпоративы повеселее, чем вечеринка в Zoom. Но, тем не менее, надеюсь, что, несмотря на все эти условия, еще семилетие нам предстоит отметить, и мы сможем удвоенную энергию вложить в этот праздник. Как получилось так, что мы занялись квестами? В принципе, я с детства очень любил подобные игры. Я помню, что когда мне было, может быть, 7-8 лет, мы с бабушкой постоянно играли. Мы это не называли квестом, мы это называли Fort Boyard, потому что это был такой самый близкий термин, который мы знали. Но, на самом деле, это было ровно то, чем сейчас занимаются гости в наших квест-комнатах. Я прятал по квартире какие-то подсказки, бабушка их искала, каждая подсказка наводила ее на следующую. Но так вот она бегала полдня по квартире, ища мои загадки. И прошло лет 20 после этого момента, и я увидел, что из этого можно сделать бизнес. Тогда квесты только-только появились в России. Это был декабрь 2013 года, если быть точным, это был 23 декабря. И Артемий Лебедев, известный блогер, написал про тестовую игру, в которую он сыграл в компании каустрофобии. И с этого дня начался экспоненциальный рост этого рынка в России, прям как распространение вируса практически. И мы были одними из первых, кто открыли компанию. Вот 1 мая 2014 года мы уже первую тысячу рублей, я точно помню, когда пришли клиенты, и мы заработали. Почему мы выбрали российский домен? Ну, на самом деле, это интересная довольно история. Мы называемся Quest Room, и это слово стало нарицательным, но в тот момент, когда мы его придумывали, такого слова не существовало. Нам показалось, что оно очень удачно, и на самом деле мы им были правы, потому что оно простое, состоит из двух коротких частей, две классных, Quest Room, звучит запоминающийся. И потом другие уже компании начали называть себя Quest Room'ами. Ну, то есть получился какой-то эффект типа ксерокса и кровальных машин. И я, честно говоря, не помню, были ли свободны в момент нашего выбора домены Quest Room на доменной зоне RU. Думаю, что да, думаю, что выбор был. Но если вы пишете по-русски Quest Room, вариантов довольно мало. Максимум, что вы можете сделать, это написать через E, но и то это нужно сильно постараться. По-английски же вариантов куча, да, вы можете написать там Room с двумя O, а можете через одну U написать, вы можете Quest написать, там, как он пишется через Q, U, E, S, T, но вы можете написать там транслитерации. В общем, вариантов много. Нам хотелось, чтобы домен запоминался, и более того, мы вынесли RF-логотип, и вот 6 лет этот логотип живет, мы его ни разу не меняли, ничего с ним не делали. То есть мы сразу делали ставку. Почему мы делали такую ставку? Ну, потому что мы как-то сразу осознали, что основные каналы привлечения будут интернет-каналы, и будет очень здорово, если наш адрес будет запоминаться, чтобы даже человек, если пришел, сыграл в квест, он увидел там, еще раз запомнил, что, например, ну, один человек бронирует, а четверо играют, и они даже могут не знать, как называется компания, в которую они играют. Но если они приходят, они видят на баннере Questrom.rf, довольно звучно, легко запомнить, ну, с большой вероятностью они наберут потом эти буквы в браузере. По крайней мере, мы так думали, мы на это делали ставку, поэтому мы выбрали русскоязычный домен. На самом деле, когда мы шесть лет назад открывали бизнес, мы были, ну, менее, так скажем, прошаренными в маркетинге, и на самом деле не могу сказать, что мы в тот момент сильно задумывались о SEO. Более того, я даже не уверен, знал ли я шесть лет назад, как это расшифровать эти три буквы. Честно говоря, я не знаю, на самом деле, конечно, я в курсе, что веб-мастера, существует миф или не миф, поверьте, что домены.rf плохо индексируются. Я на самом деле не знаю, потому что, чтобы ответить точно на этот вопрос, нам нужно было бы точно такой же сайт создать на англоязычном домене, да, и сравнить, какой из них продвигается лучше. То есть без такого сравнения невозможно сделать выводы. Но я могу сказать, что наш домен индексируется неплохо в итоге. То есть мы по многим для нас важнейшим ключевым запросам индексируемся на первой странице, где-то там занимаем первую, вторую позицию. Ну, то есть явно.rf не является чем-то таким запретительным для поисковиков. Более того, я знаю, что есть миф, что Яндекс еще ничего индексирует, а вот Google плохо, ну, понятно, да, потому что Google зарубежный поисковик, и вроде как нужно больше времени, чтобы там разработчики Google осознали, насколько важны кириллические домены. Но на самом деле вот в Google мы лучше индексируемся, чем в Яндексе, поэтому наш пример, по крайней мере, такую теорию не подтверждает. Но это не значит, что с доменом.rf никогда не было никаких проблем. Я думаю, все в курсе про кодировку, то, что его сложно скопировать и отправить кому-то. И самое важное, что некоторые сервисы, в принципе, не позволяют его опубликовать в нормальном виде. Это один из таких сервисов, который был для нас важен, особенно на первых порах продвижения. Это TripAdvisor и в TripAdvisor, ну, или TripAdvisor, опять же. Не получалось нам нормально домен поставить. На самом деле это было довольно обидно, потому что мы долгое время занимали второе место во всех развлечениях в Петербурге. Сейчас уже скатились там куда-то на девятую или на одиннадцатую позицию. Но тогда были вторые, то есть получали трафик. Но мне сложно представить себе иностранца, который заходил на нашу страницу, там все было на английском языке, то есть было две версии. Но как заставить его уткнуть на эту ссылку, я себе не представляю, вот этот набор символов. Поэтому я думаю, что какой-то трафик мы таким образом, конечно, упустили. Потом мы уже сделали зеркало и англоязычный домен, и вот на TripAdvisor у нас теперь висит англоязычный домен, на который приятно ткнуть, даже если ты не понимаешь, что значит этот набор символов. В общем, какие-то проблемы, безусловно, есть. Жалею ли я о том, что мы выбрали? Ну, наверное, нет, потому что в конце концов наш проект стал успешным, в конце концов наш сайт хорошо индексируется, наше название на слуху, оно, как я уже сказал, стало именем нарицательным, другие компании называют себя квеструмами. Поэтому нет, я не жалею. Я думаю, что нам в какой-то мере это решение способствовало нашему развитию. В первого мая мы открыли наш квеструм, и уже где-то через месяц нам начали на почту приходить письма о том, что не продаете ли вы франшизу. Ну, понятно, что в классической модели франшиза должен продавать какой-то бизнес, который уже годами отточил свою бизнес-модель, но, тем не менее, тогда на рынке это было очень востребованное предложение, и многие компании уже начали предлагать свою франшизу. И тут, наверное, стоит рассказать немножко про нашу команду, и в чем вообще преимущество нашей команды было, и почему мы довольно успешно на этом рынке франшиз выступили. В принципе, я сам по образованию физик, и вот мой партнер, с которым мы все делали, он тоже физик, мы с ним, собственно, на группнике, и нам удалось в команду привлечь очень классного специалиста по электронике. В общем, мы сами неплохо в этих всех вопросах ориентировались. Почему это важно, да, может быть, если кто-то не знаком с квестами, то все квесты современные, они построены на электронике, то есть вы прикладываете какие-то предметы, внутри квеста к стене, допустим, что-то зажигается, что-то открывается, включаются какие-то звуки, то есть это некий такой умный дом, но очень-очень-очень работающий по хитрым принципам. То есть каждый квест, он начинен различными датчиками и так далее. И многие наши конкуренты, продавая франшизу, они, по сути, предлагали сценарии и сайты, и не предлагали вот этой электронной начинки. Мы же, поскольку имели в команде классного разработчика электроники, и сами неплохо вот с моим партнером ориентировались в этих вопросах, мы сразу стали продавать готовые решения, ну, можно сказать, квест-коробки, то есть мы действительно отправляли большие коробки, набитые электроникой, отправляли всю документацию, как эту электронику замонтировать, и таким образом наше предложение на тот момент, оно было чуть ли не единственным, такое предложение под ключ, поэтому мы стали очень быстро открывать франшизы. Но интересно, что первая франшиза, которую мы открыли, это была не Самара, не Москва, не Мурманск, это был город Стокгольм, да, довольно нетривиально. Буквально 1 мая мы открыли свой бизнес, и, по-моему, 1 ноября у нас открылся филиал в Стокгольме. У меня есть друг в Стокгольме, и я ему как-то в шутку написал, что давай, может быть, откроем у тебя тоже в Швеции квесты, и тогда это казалось совершенно нереальным, я действительно это написал в качестве шутки, но от шутки до того, как мы уже были в Стокгольме и монтировали там электронные платы, прошло там буквально, может быть, месяц. То есть, да, довольно стремительно вся ситуация развивалась, мы открыли в Стокгольме, и этот филиал, он до сих пор действует, он до сих пор один из самых успешных, и что интересно, на сегодняшний день, когда во всем мире карантин, наверное, вы знаете, что Швеция – это одна из немногих стран, которые, ну, вводили самые слабые меры, то есть это вот сейчас, на данный момент, единственный город из наших франшиз, в котором деятельность продолжается. Но, правда, несмотря на то, что меры официально не введены, как, опять же, рассказывает мой друг Гриша, люди все равно стараются сидеть по домам и не злоупотребляют этой свободы, так что дела в его филиале сейчас идут не очень здорово. Но, тем не менее, то есть, если нашему филиалу 6 лет, его филиалу 5,5 лет, то есть нам удалось выйти таким образом на международный рынок. И впоследствии мы открывали франшизу не только в России, но и в других городах, на Кипре, в Италии, ну, понятно, в Казахстане, в Белоруссии, в Германии, в довольно большом количестве российских городов. Если говорить о зарубежных, то везде открывали наши соотечественники, ну, или, по крайней мере, русскоязычные люди, которые нас находили. Но вот интересный кейс у нас был в Хельсинки. Там мы работаем со стопроцентным местным жителем, финном, и это тоже до сих пор действующий филиал. Интересно, когда у нас возникли эти франшизы, то, да, понятно, что с доменом Questrom.rf мы бы в Стокгольме далеко не уехали, поэтому мы сделали второй домен, questroms.com, и все зарубежные филиалы у нас висели на нем. Но на нашем сайте, если вы зайдете, там есть выбор города, вы можете прямо с нашего сайта попасть на сайт Стокгольма, ну, соответственно, вас переадресуют на другой домен, ну, и точно так же с сайта Стокгольма вы можете попасть на наш питерский сайт, ну, или там сайт, например, Мурманск. Ну, я должен сказать, что у нас примерно половина франшиз уже закрылась к сегодняшнему дню за эти прошедшие пять лет. То есть как рынок быстро вырос, так и он довольно быстро слопнулся. То есть по моей оценке, если, например, брать Санкт-Петербург, ну, порядка 20% компаний, которые, в принципе, появились за эти шесть лет, они продолжают свою деятельность. То есть этот рынок стремительно вырос, и понятно, что большое количество игроков сегодня уже не существует. Так же получилось отчасти и с нашими франшизами, но опять же хочу заметить, что если сравнивать с другими компаниями, я считаю, что не так плохо, что у нас сохранилось 50%. Это значит, что наши франшизы оказались довольно жизнеспособными. Для этого рынка, опять же, повторюсь. То есть может быть на каких-то более консервативных рынках, там как Хорика, там такие результаты 50% выживаемости могли бы, наверное, повернуть в шок, но для рынка квестов это, к сожалению, объективная данность. Если говорить о тех городах, которые у нас сейчас есть, это, ну, я назову самые такие мощные по количеству игр, это Ижевск, Мурманск, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм. Тут, на самом деле, интересное наблюдение можно сделать, даже вот из моего перечисления я перечислил практически все северные города. У нас были квесты и в Крыму, и в Италии, как я сказал, и в Сочи, и во всех городах южных квесты заходили хуже, чем в северных. Ну, это, видимо, объясняется просто с тем, что чем холоднее, тем люди чаще предпочитают проводить досуг в закрытых помещениях, а не на улице, не на пляжах, не на дачах, не где-то там в лесу и так далее. Ну, собственно, наша сезонность этого бизнеса только подтверждает мои слова, что это все зависит от погоды. Как только в Питере плюс 20, 25 и солнце, у нас на квестах никого нет. Так что, в принципе, нам повезло, что мы из Питера, потому что у нас не так часто такое бывает. На самом деле, вот из моих слов, когда я говорил, что половину филиалов позакрывались, 80% компаний позакрывались, да, можно было сделать вывод о том, что спрос снизился, но на самом деле это не совсем так. И даже если зайти в Яндекс.Вордстат, мы увидим, что спрос особенно никуда не девался. Просто дело в том, что в какой-то момент на рынке стало слишком много компаний для этого спроса, и не всем хватало игр, бронирований. Соответственно, выжили просто сильнейшие компании, которые научились привлекать эти бронирования, которые научились привлекать клиентов многократно, потому что зачастую привлечение клиента через те же системы контекстной рекламы могут стоить фактически всю стоимость игры. И очень важно, чтобы человек пришел повторно, а лучше и 3-4-5 раз. А не у всех, в принципе, есть такое количество квестов. В общем, спрос, он не уменьшился, просто в какой-то момент он стал распределяться между слишком большим количеством игроков. Соответственно, кто-то из этих игроков умер, если рынок сжался, новые игроки практически не заходят на этот рынок, потому что они видят, что 80% компаний погибли. Как же мы сейчас зайдем? Что мы можем такое предложить, что уже не предлагается на рынке? То есть если брать спрос абсолютный, он не уменьшился. Если брать финансовые результаты или количество игр, которые проводит наш филиал, ну, проводил до карантина, он тоже не уменьшился. То есть мы до сих пор, каждый год мы ставим рекорд по отношению к предыдущему году и по выручке, и по количеству сеансов проведенных. Поэтому я бы не сказал, что люди куда-то переориентировались. Мне кажется, квесты заняли свою нишу некоторую. И, по крайней мере, пока я не знаю, что будет в будущем. Мы, в принципе, когда начинали, мы думали, может быть, год, два, ну, может быть, максимум три, и все это схлынет. Но сейчас квесты, мне кажется, уже встроились в жизнь, рынок сформировался, есть агрегаторы квестов, через которые большое количество людей бронируют игры. Есть какие-то квест-подрядчики, которые делают там электронику, сценарии пишут. То есть это уже такой, пусть не огромный, но сформировавшийся рынок, и пока он вроде не собирается умирать. И, честно говоря, я пока, ну, может быть, я просто недальновиден, но я не вижу какой-то вот огромной конкуренции со стороны, ну, различных VR и прочих развлечений. Мне кажется, это немножко просто другое, и нельзя говорить, что они у нас отнимают аудиторию. У нас было три идеи, которые мы рассматривали. Первое – это онлайн-квизы. Они сейчас переживают невероятный бум. И, опять же, если обратиться к Google Trends или Яндекс. Вордстату, по-моему, в 30 раз, я смотрел, по-моему, в 30 раз вырос запрос онлайн-квиз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Может быть, даже больше. Я вот смотрел недавно. То есть, ну, огромный, огромный пиковый рост, практически как маски купить. Так же себя ведет. Естественно, мы думали, может быть, зайти сюда, потому что у нас, на самом деле, мы занимаемся не только квест-комнатами, у нас есть выездное направление. Мы им уже года 4 занимаемся. То есть, мы проводим корпоративы в основном. Ну, также детские праздники, иногда свадьбы. Ну, прежде всего, самое главное – это, конечно, корпоративы, тимбилдинги. У нас есть несколько продуктов. И вот один из таких продуктов – это квиз. Квиз, если кто не знает, это такое шоу, похожее на игровые телешоу, когда вы отвечаете на вопросы ведущего. На экране могут демонстрироваться какие-то видеозаписи, фотографии. Вы, в общем, решаете загадки, сидя за столом. Обычно это совмещается с каким-то фуршетом или банкетом. В общем, вы себя чувствуете немножко игроком, что где когда, немножко игроком в поле чудес, может быть, угадай мелодию и так далее. И у нас есть, в принципе, этот продукт квизов. Мы думали, ну, почему бы нам его не адаптировать в онлайн. Это была первая наша идея. Вторая идея – это был квест, когда… Ну, поскольку у нас есть эти квест-комнаты, они сейчас стоят пустыми, была идея запустить туда нашего администратора, актера, и чтобы люди им управляли, да. Я видел даже… То есть у нас пришла эта идея, мы даже провели тестовые игры для себя, потом я увидел, что как раз компания «Оклаустрофобия» это запустила, и они нашли довольно удачный термин – «Аватар-квест», как формат квеста, да, потому что вы управляете своим «Аватаром», мне кажется, очень прикольно. Мы сыграли в этот квест «Клаустрофобия». И дальше третья наша идея была – это квест «Коробки», это когда человек получает квесты и дома сам его может организовать, то есть у него там какие-то простые предметы, типа ультрафиолетовых фонариков, еще что-то, и он с помощью вот этих предметов устраивает игры для своих там гостей, домочадцев, детей. В общем, три таких вот у нас было довольно очевидных идеи, мы их все аккуратно посчитали, но дело в том, что вот мы занимаемся, как я сказал, бизнесом шесть лет, и за эти шесть лет мы с партнером довольно много различных проектов запускали, так или иначе связанных с квестом, то есть у нас там был опыт агрегатора, мы хотели делать агрегатор квестов в Америке, даже купили там за, по-моему, 150 тысяч рублей домен bestescape.com, кстати, если кто-то хочет, то можем уступить по хорошей цене. Был проект HotQuest, идея была в том, что у владельцев квестов зачастую теряются сеансы, и за час или за два часа до начала этого сеанса им ничего не мешает продать его по дисконтированной цене, потому что администратор все равно сидит, помещение все равно стоит, почему бы не продать? Мы сделали даже такой агрегатор, даже подключили к нему какие-то компании, даже какую-то выручку получали, ну, примерно там размера зарплаты менеджера, который этим занимался. В общем, мы много проектов таких запускали, и много на них потратили довольно денег, и заработали знания о том, что иногда лучше вот посидеть спокойно и ничего не делать, и ничего не потратить, и в итоге баланс, если ты ничего не будешь делать, твой финансовый баланс хотя бы останется нулем, а если что-то будешь делать, зачастую это у тебя не вниз. Мне кажется, это похожая ситуация сейчас, например, на ту же онлайн-доставку ресторанов, да, я, понятно, читаю многие СМИ, там, ну, прежде всего, которые пишут на тему бизнеса, там, vc.ru и так далее, и там в одно слово все рестораторы говорят, что доставка – это, ну, только продление каких-то мучений, и зачастую она только утягивает в минус, потому что ты должен содержать персонал, ты должен закупать продукты, у тебя, ну, непонятный спрос, при этом, как говорят, там, кровавый или багровый океан сейчас представляет, да, вот это рынок доставки. Мне кажется, рынок онлайн-квестов, но он тоже в каком-то смысле такой, то есть, понятно, что все туда кинулись, но у кого-то уже существовал этот продукт, у кого-то уже существовала готовая аудитория для этого продукта, а мы сейчас, если бы вышли на этот рынок, мы бы как раз уподобились компании, которая никогда не, ну, какому-то ресторану, который никогда не работал на доставку, решил работать, и в итоге получились больше проблем, чем каких-то позитивных моментов. Поэтому мы вот последовательно изучили все эти продукты, даже в каком-то смысле сделали какой-то прототип, как вот этот аватар-квест. Мы реально сыграли в свой квест, посмотрели, что у конкурентов. Ну, нам не очень понравилось, и мы решили, что мы не будем такой продукт на какую-то скорую руку запускать, чтобы попытаться там заработать какие-то копейки. На самом деле, ну, мы посчитали, то есть в любом случае эти деньги, которые мы заработаем, они нас не спасут, и тут, ну, просто, как говорят рестораторы, просто продлят наши конвульсии. Так что нет смысла. То есть если и запускать какой-то проект, то другой. В принципе, у нас есть и другие проекты, не связанные с квестами, поэтому мы просто и не занимаемся сейчас. Ну, на самом деле, я бы мог рассказать про какие-то наполеоновские планы, но все-таки вот в этой точке, в которой мы сегодня все находимся, мне это кажется немножко не... ну, некорректным и неправильным, потому что на самом деле сейчас такая ситуация, что мы не знаем, когда мы откроемся, если говорить вот именно про наш основной вот оффлайн-продукт. И мы не знаем, сколько месяцев арендатор будет идти нам навстречу. То есть вот сейчас апрель и май нам предоставили каникулы арендные. Аренда составляет значительную часть нашего оборота. И если арендатор, ну, его тоже можно понять, он не может нам продлевать каникулы бесконечно. А понятно, что сфера развлечений – это не то, что, наверное, будут власти открывать в первую очередь. И сегодня мы видим, да, что у нас каждый день количество заразившихся до сих пор растет. Поэтому я не знаю, что будет. И вполне вероятно, что просто через несколько недель, ближе к июню, когда мы узнаем, что карантин для нас продлевается, но при этом арендатор уже перестает идти нам навстречу. И на самом деле таких случаев масса. Нам очень повезло, что арендатор нам идет навстречу. Я знаю массу случаев обратных. И в этот момент мы просто вынуждены будем съехать все куда-то, распрятать все оборудование где-то по гаражам и ждать. Поэтому отвечать на вопрос, наверное, про развитие в таких условиях довольно сложно. Наверное, мы о развитии подумаем чуть позже. То есть сейчас мы, безусловно, не теряем время. Мы постарались сохранить свою команду, и мы нагружаем какими-то задачами, которые направлены на улучшение этих продуктов, которые у нас сейчас есть. Мы там заново смотрим сценарии, устраиваем опросы наших администраторов. То есть мы, в принципе, этим всегда занимались на протяжении пяти лет. То есть медленным каким-то, ну, как говорят, да, есть там японская вот эта философия каких-то мелких, не помню название, кайдзен, что ли, мелких последовательных шагов по улучшению. То есть мы старались ей придерживаться и всегда работать в этом направлении. Но сейчас, понятно, когда мы не забиты какой-то рутиной и операционкой, у нас гораздо больше для этого возможностей. Поэтому мы обновляем наши сценарии, у нас готовим какие-то материалы, которые не связаны с закупками. И мы знаем, что если вот 1 июня нам скажут, вы можете открыться 15 июня, у нас готовы все ссылки, мы быстро все покупаем, быстро делаем какие-то ремонты в помещениях, связанных с обновлением сценария. В общем, мы сейчас работаем в таком режиме, но при этом стараемся не тратить лишние деньги, ничего не закупать. Вот единственное, на что мы тратим, это зарплата для персонала, который у нас работает в команде. Значит, когда мы решили открыть этот бизнес, у нас не было больших собственных средств, но, к счастью, как раз квесты, это был тот проект, который можно было собрать во многом, полазав там по чердакам и балконам, но особенно на первых этапах, когда рынок только появлялся. Ну, собственно, так мы и сделали. На первых порах мы были частыми гостями у дельного рынка. В Петербурге это огромная просто площадка, ну, глашиный рынок, где люди продают все, что угодно. И у нас было, по-моему, у моего партнера, у него было просто 150 тысяч личных сбережений, у меня, по-моему, в тот момент ничего не было, и я занял 150 тысяч у друга буквально на два месяца, и еще у партнера была открыта карточка, которая позволяет снимать деньги и возвращать их через два месяца без дополнительных процентов. И, ну, сейчас мне эта ситуация кажется просто дико какой-то безбашенной и ненормальной, и если мы сейчас партнером открываем какие-то проекты, то у нас уходит гораздо больше времени на то, чтобы вывести какой-то операционный ноль и так далее. И сейчас бы я, конечно, не рискнул открывать проект, знаю, что мне нужно вернуть деньги за два месяца, ну, это просто видится чем-то нереальным. Но тогда мы открылись, вот, 1 мая, я помню, что 1 мая мы заработали тысячу рублей, 2 мая мы заработали 9 тысяч рублей, и дальше, ну, не могу сказать, что это дальше, каждый день умножалось на 9, это было бы слишком хорошо. Хорошо, но, тем не менее, выручки росли, и мы за эти два месяца и я свой долг другу отдал, и мой партнер отдал в банку, соответственно, погасил этот кредит. И более того, у нас остались еще деньги на то, чтобы открыть вторую квест-комнату тут же. Это мы все с первой квест-комнатой заработали. Ну, сейчас, мне кажется, дикой авантюрой, и здорово, что тогда мы были такие безбашенные и решились на это, потому что, ну, если бы я сейчас находился в той точке, то не было бы у меня никакого бизнеса. Просто потому что я бы не решился на это. Ну, поскольку квест — это такое пространство само по себе интересное, за 6 лет у нас случалось много различных забавных случаев, ну, я расскажу, наверное, про самое забавное. Он случился не в Петербурге, он случился в Красноярске. Там был открыт квест «Побег из тюрьмы». И однажды ночью его решили ограбить. И вор залез, разбил окно, и залез внутрь помещения. Но так получилось, что залез он прямо в помещение тюремной камеры. То есть он попал не в администраторскую, там не в зону ресепшн, он попал прямо в тюремную камеру. И так получилось, что квест был собран в этот момент. То есть все двери были заперты. И тоже интересна еще особенность квестов, что люди там зачастую переворачивают мебель, да, там что-то ломают. Поэтому квесты мы стараемся делать антивандальными. И в частности вся мебель была прикручена к полу довольно надежно в этом помещении, а окно находилось довольно высоко. И чтобы выбраться обратно, ему нужно было что-то подставить. Но что-то подставить он не мог, потому что все было прикручено. В итоге он просидел в этой камере до приезда полиции. Вот такая реальная история, ну, казалось бы, которая возможна только в каком-то комедийном фильме. Ну, на самом деле, мы здесь с партнером, мы такие немножко скучные, в чем-то и занудные люди. Мы всегда в квестах старались их делать предельно безопасными. То есть, например, зачастую в квестах людей приковывают там металлическими наручниками к металлическим трубам. Мы в наших квестах так никогда не делаем. И даже если мы кого-то хотим приковать, мы его приковываем к электромагнитному замку, чтобы у него была рядом кнопка. Если он хочет по какой-то причине сам оторваться от этого замка, то он просто может нажать кнопку. То есть, если там начинается пожар, не дай бог, или еще какие-то вещи. То есть, мы тут с партнером всегда зачастую даже в ущерб, может быть, каким-то эмоциям игроков, но мы прежде всего думаем о безопасности. Поэтому, что касается контактных квестов, мы никогда не допускали в своем, по крайней мере, филиале в Санкт-Петербурге никаких подобных приемов. У нас есть один квест с актером, он страшный. Актер бегает по квесту и пугает людей. И бывают случаи, когда люди не выдерживают этого прессинга и выходят из квеста. Там бывают девочки, какие-то плакали. Такое бывает. Но при этом есть часть аудитории, которая из нашего этого квеста выходит разочарованными, потому что они играли где-то, где их били током, где их хватали, где с ними обращались более жестко. Им этого не хватает. Но, к сожалению, мы не знаем, как мы можем это дать, одновременно обеспечив полную безопасность как и актеру нашему, так и гостям. Потому что, ну, мало ли там в голове у кого-то, да, под эмоциями перемкнет. Это может касаться и нашего человека, это может касаться, ну, с большей вероятностью, наверное, гостей, потому что они оказываются в более, ну, стрессовой для себя ситуации. Поэтому мы просто с первого же дня действия этого квеста строго-настрого запретили любой контакт. И более того, маршрут вообще, маршрут курсирования нашего актера по квесту продуман таким способом, чтобы у них, у людей физически не было возможности там с ним как-то провзаимодействовать. То есть он может быть рядом, он может быть очень рядом, но вы в этот момент не можете там сойти с этой точки, вы находитесь где-то за решеткой, например, или вы, опять же, прикованы. Но, как я сказал, таким способом, что вы сами можете освободиться, нажав экстренную кнопку, но тогда просто квест завершится. И мы всех об этом предупреждаем заранее. То есть, что касается вот такой жести какой-то, я знаю, что есть квесты, где там действительно человек выбирает уровень, там хард, еще какой-то, и его там действительно могут и синяки ему какие-то оставить, и током действительно бить, и еще что-то делать. Но мы этого не делаем, мы из-за этого теряем, может быть, какую-то часть аудитории, мы, может быть, кого-то разочаровываем, но мы вот для себя безопасность как основной приоритет. Квесты это помещения, которые задекорированы, порой очень качественно, то есть, если, например, вы играете в квест побег из тюрьмы, то наша задача сделать так, чтобы вы действительно подумали, что вы в тюрьме. То есть, мы стараемся, чтобы любое пространство выглядело так, как оно выглядит в каком-то стереотипном мышлении. То есть, например, нам даже не так важно, может быть, как выглядит настоящая тюрьма, но нам важно, как люди думают, что она выглядит. То есть, нам важно, какой они видят ее в каких-то популярных сериалах, фильмах, и мы пытаемся это воспроизвести. И о том, что у нас это неплохо получилось, ну, как минимум, с несколькими квестами, в том числе побег из тюрьмы, говорит то, что в нем снимаются очень часто различные клипы, блогеры снимают свои ролики и так далее. Я могу перечислить несколько, например, есть там такой блогер, популярный среди преимущественно более молодой школьной аудитории Брайан Мэпс. У него там в последний раз, когда я смотрел, там было 11 миллионов подписчиков на Ютьюбе, то есть он действительно один из топовых российских ютьюберов. Например, он снимал. У нас снимали ребята из Клик-клак-шоу, то есть там были и, собственно, ребята, то есть солисты из Little Big, из The Hatters, вот эти все сейчас очень известные персоны. Данила Поперечный, дальше у нас снимал клип Хованский, тоже такой довольно популярный блогер. У нас, ну, очень часто снимают различные студенческие проекты, у нас снимал телеканал СТС, какие-то сцены для какого-то сериала, я, честно говоря, не знаю для какого. В общем, наша площадка очень часто становится местом для съемок, и вот недавно несколько месяцев назад это осенью к нам приехал Тиль Линдеман, солист группы Rammstein со своим сольным проектом. Это было довольно неожиданно, потому что Тиль Линдеман действительно мировая звезда, и как это получилось, нам как-то часто бывает написали, спросили, можно ли арендовать наше помещение под съемки, мы сказали, ну да, конечно, без проблем, вот такая-то цена. Мы зачастую договариваемся о ком-то бартере на такие съемки. Если студенческие проекты, то обычно их пускаем бесплатно, вот, но если это какие-то коммерческие съемки, то, соответственно, просто по стоимости квеста пускаем их в эти помещения. И только за день нам сообщили, за день до съемок нам сообщили, что это будет Тиль Линдеман, соответственно, попросили там подписать договор о неразглашении каких-то моментов, поэтому, собственно, сейчас я не буду об этом рассказывать много и каких-то очень интересных подробностей. Но могу сказать, что Тиль действительно приехал, мы там все немножко от этого обалдели, отснялся, съемки, наверное, шли 4-5 часов, была огромная команда, человек, наверное, 40. Ну, в общем, было здорово, с самим Тилем тоже удалось пообщаться, он там зашел к нам в офис, у нас есть проект другой, мы делаем мозаики из конструктора, похожего на Lego, ну, то есть он на самом деле максимально похож на Lego, просто без логотипа Lego, и мы делаем портреты людей на заказ из этого конструктора, то есть люди сами могут собрать свой портрет, такую мозаику из Lego, это, кстати, сейчас проект, который в нынешние месяцы мы в основном ими занимаемся, и мы ему подарили этот портрет, он с нас сфотографировался, увез в Германию, и, в общем, мы пообщались с ним довольно тепло, то есть он заходил в наш офис, и какой-то ему делали подготовку, линзы вставлял в глаза, еще что-то, в общем, так наше пространство, да, превратилось на несколько часов в места съемок клипа такой мировой звезды, ну, было прикольно, прикольно, то есть это все-таки такое, ну, небольшое признание того, что наше пространство действительно классно выглядит, еще вот интересный момент, что изначально они планировали съемку только в одном нашем квесте, но пока все ждали Тиля, мы с режиссером, кстати, тоже режиссер довольно известный, который снял многие клипы Рамштайн, знаменитые, мы с ним прошли по разным квестам, и он действительно был в шоке, и он попросил расширить зону съемок еще и на второй квест, вот зона квест побега от маньяка, ему очень понравились декорации, в итоге они еще там что-то отсняли. Субтитры сделал DimaTorzok, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok